МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это место возле поселка Дягилева, прямо на въезде в Рязань со стороны Москвы. Строительство развязки стало довольно крупным проектом для рязанских дорожников. Сейчас работы по возведению нескольких эстакад выполнены успешно. И сегодня торжественно открылось движение по новому дорожному объекту. Новоразвязка на 184-м километре трассы М5 «Урал» была торжественно запущена в эксплуатацию. Развязка позволяет легковому и транзитному транспорту, минуя Рязань, проезжать с московской трассы на Самару, Уфу и Челябинск. Этот дорожный узел крайне был необходим Рязани. И области, и городу необходим, да и транзитному транспорту необходим. Его строительство велось при поддержке Минтранса Российской Федерации, за что мы очень благодарны руководству Минтранса «Росавтодору». Благодарны за то, что они включили в программу реконструкцию дороги М5, которая проходит так называемый южный обход города Рязани, и руководству дирекции «Большая Волга». Мы развязываем сложный узел на въезде в город Рязань. Объект этот не только важный, но он был и очень непростым в исполнении. Это большое количество коммуникаций различных, это стесненно условия города, поэтому всем здесь пришлось потрудиться. Еще одним плюсом развязки стала ликвидация светофора перед железнодорожным мостом, который в час пик собирал огромные пробки. Работы по строительству эстакад начались еще в 2012 году. Стоимость работ составила полтора миллиарда рублей. Стоит отметить, что средства на строительство были выделены из федерального бюджета. Надо сказать, что традиционно у нас в Рязанской области отношения Федерального дорожного агентства и администрации очень рабочие. Мы являемся соратниками. У нас единственное и первое соглашение в России с Федеральным дорожным агентством и с администрацией Рязанской области на тему внедрения инноваций подписано. Оно было подписано три года назад. И по этому соглашению мы также продолжаем работу, продолжаем внедрять новые материалы, конструкции, технологии, для того, чтобы дороги были и долговечнее, и безопаснее. Уже в этом году, я думаю и уверен даже, что мы начнем реконструкцию развязки в районе Михайловского шоссе. Ведется большие работы по строительству моста дополнительного через Проню. Ведутся большие работы по объезду Кириц. То есть мы по Федеральной трассе М-5 ведем совместно с Росавтодором большую и серьезную работу. Протяженность развязки составляет без малого 6 километров. Новый объект на Федеральной трассе М-5 «Урал» обеспечивает быстрое и комфортное передвижение граждан через транспортный узел, включающий в себя семь построенных и объединенных дорог. Количество полос движения колеблется от двух до шести. Ширина проезжей части местами доходит до 28 метров. Федеральная трасса М-5 «Урал» является одной из важнейших транспортных артерий среди дорог. Также она является одной из самых длинных по протяженности всего 1880 километров. В 2016 году магистраль отмечает свое 70-летие. Продолжается и развитие промышленного потенциала Рязанской области. Сегодня завод по производству особо прочного крепежа «Бервелл», который располагается неподалеку от города Рыбное, выпустил первую партию своей продукции. На пуске конвейера побывала и наша съемочная группа. «Бервелл» – так назвали первый в России завод высокопрочного крепежа, который открыли сегодня в Рыбном. Это событие имеет большое значение для экономики и промышленности не только Рязанской области, но и России. Изделия, которые будет выпускать завод, смогут заместить аналогичную импортную продукцию. Церемонию открытия посетил и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Новое предприятие, современное предприятие, высокотехнологичное предприятие, предприятие, которое зацелено на импортозамещение. Что еще может быть? Хорошие, высокоэффективные рабочие места, высокопроизводительные рабочие места, а значит, и высокооплачиваемые рабочие места. Это рабочие места для молодых, будем говорить так. Конечно, безусловно, это... Вы понимаете, вот 300 рабочих мест здесь будет с выходом на проектную мощность. Значит, 300 рабочих мест, как правило, в экономике есть не писаные правила, когда создание такого предприятия в 300 рабочих мест дает еще шлейф порядка 300-400 таких же рабочих мест. Как отметил директор завода Юрий Медведев, место для постройки выбрали не случайно. Руководство завода посетило многие районы, но остановило свой выбор именно на Рязанской области. Рязань замечательно, просто замечательно своими трудовыми кадрами, потому что люди образованы, технически образованы, люди изголодались именно по нормальной работе, не в какой-то обслуживающей там сфере, а именно по работе в промышленности. Поэтому проблем каких-то с кадрами мы не испытали за все время с начала реализации этого проекта. Люди, ну просто замечательные, я могу бесконечно о них говорить, благодаря которым, в общем-то, и был построен вот этот завод. Сами работники завода условиями труда довольны, с удовольствием рассказывают о том, что коллектив сложился дружно, а работа интересная, и главное, есть все возможности для дальнейшего развития. Вообще, за свой короткий срок, сколько я здесь проработал, вполне положительные эмоции. Рвение было на этот завод из-за того, что завод новый, совершенно, как было уже ранее сказано, то есть оборудование новое, все новое. Коллектив молодой, что весьма очень приятно. Как бы есть возможность проявить себя в дальнейшее будущее. Стоит сказать и о том, что при производстве продукции на этом заводе будут применяться новейшие способы металлообработки. Они обеспечат высочайшее качество изделий. Следующий видеоматериал снят, как сказали бы раньше, по заявке телезрителей. К нам в редакцию обратились жители Приокского поселка с просьбой помочь разобраться в своих бытовых, то есть коммунальных проблемах. Жители многоквартирного дома по адресу улица Октябрьская, 57, уже долгое время мучает дырявая крыша. Причем, как выяснилось, страдают от дождей жильцы не только верхних этажей. Наша съемочная группа побывала в Приокском микрорайоне. Дождливое воскресенье для семьи Александра Войтенко превратилось в настоящее стихийное бедствие. Крыша дома 57 на Октябрьской улице не выдержала сильного ливня. Результат – испорченные стены и потолки в нескольких квартирах на пятом этаже. В воскресенье начался дождь, вроде такой небольшой, потом усилился, и начала бежать вода с потолка. Сначала на кухне, я сначала подумал, что жена там что-то разлила или с ребенком. Начало аж ручьи бежать в ванне и в кухне. Пострадавшие жильцы утверждают, что виной потопа в квартирах верхних этажей стала работа строительной фирмы «Спецстройсервис». Ведь именно эта рабочая бригада еще 1 августа начала делать капитальный ремонт кровли. У меня вообще никогда в жизни не текла крыша. Если так разобраться, до капитального ремонта крыша у меня не текла. А сейчас я не знаю, что будет дальше. Сейчас все мысли Татьяны Кузнецовой заняты одним – лишь бы вода не повредила проводку. Накануне главный инженер местной управляющей компании пообещал женщине устранить причины протечки крыши в течение недели. Бригадир, с которым нам удалось поговорить, называет несколько другие сроки. Думаю, до конца сентября мы закончим. Как будут позволять погодные условия. Так получилось, что пошли дожди. Ребята делали все, что могли, закрывали. Видимо, случились какие-то протечки. Вот и приходится рабочим при ремонте на крыше надеяться на высшие силы природы. Эти самые небесные силы оказались неблагосклонны и к другим домам на улице Октябрьской. В соседнем доме 53 во время сильных осадков вода доходила аж до третьего этажа. В квартире Людмилы Цукановой чудом не случилось трагедии. А теперь вода пошла в другую половину квартиры. Там упал потолок. Гипсокартонный потолок упал. Метр шестьдесят на два метра. Чуть не убила ребёночка. А руководитель, вот Марья Павловна, сказал, что преступление не совершилось беды. Ну и замечательно, все живы. Всё, на этом и кончилось. За десять лет существования проблемы женщина обращалась и к главе администрации, и к депутатам. Результатов пока нет. Каждый год коммунальщики что-то ремонтируют на крыше, но во время сильных осадков вновь начинается потоп. Ремонт в квартире ей пообещали сделать лишь когда полностью устранят проблемы с кровлей. Возможно, этот замкнутый круг разорвётся раньше, чем случится настоящая трагедия. А вот здание общежития Рязанского медуниверситета на улице Чернобаевской уже не нуждается в ремонте. Не так давно там завершился ремонт внутренних помещений. И с началом нового учебного года в обустроенные комнаты заехали студенты-медики. Раз, два, три. Всё. Общежитие после ремонта открыли в торжественной обстановке. Как известно, самой первой в новый дом должна войти кошка. Именно эта серая красавица продефилировала по отремонтированному коридору. Здание общежития после реконструкции изменилось до неузнаваемости. Прежде всего мы ремонтировали фасад, который сейчас закрыт панелями, и укрепляли фундамент, шурфили, проверяли сохранность и ремонтопригодность в целом. Затем уже разбирали, ремонтировали крышу полностью и заменили окна. Это был первый год ремонта, то есть мы фактически сделали коробку, стоящую на фундаменте. И затем мы перешли уже внутрь, это замена всех сетей, вода, отопление, канализация, газовые сети. Всё было сделано по-новому. Далее провели перепланировку. Устаревшие комнаты на восемь мест заменили двух и трёх местными номерами с санузлами и новой мебелью. В них расселится около ста человек. Большая часть из них – это обучающиеся на факультете дополнительного профессионального образования. Условия проживания, как в пятизвёздочном отеле, плата более чем доступная. На сайте университета вы можете найти в реестре 540 рублей. Это бюджетники и 1040 рублей, 1042, по-моему, это в небюджетную форму. То есть стандартные абсолютно. Отремонтированное общежитие значительно снизит потребности в жилье для обучающихся вуза. Качественное развитие материально-технической базы медицинского университета сегодня – пример для многих. Это одно из важных составляющих – это бытовые, которые помогают студенту хорошо прийти отдохнуть, позаниматься хорошо. То есть не тратить время на какие-то бытовые трудности. А вот такой пример медицинского университета, когда они приняли решение и не только в бюджетные средства, но и в небюджетные, которые заработаны вузом, направили на улучшение жилищных условий для студентов, я считаю, является хорошим примером. В общежитии уже заселено несколько комнат. Совсем скоро оно станет, как сказали на открытии, не вторым, а по-настоящему первым домом для жильцов. А сегодня в 39-й школе рязанские спасатели провели одно из своих первых учений в сентябре. Отрабатывали сотрудники регионального управления МЧС взаимодействие при возникновении возможных экстремальных ситуаций в общеобразовательных учреждениях. В ходе тренировки в школе были отработаны действия руководства и персонала в случае возникновения пожара, а также способы эвакуации детей из здания школы. В свою очередь пожарники потренировались в ликвидации загорания. По замыслу в одном из учебных классов школы возник условный пожар. Согласно сценариум, честники спасли четырех человек и передали их врачам в скорой помощи. По итогам тренировки был проведен анализ действий педагогов и персонала учебного заведения в критической ситуации, которые в целом с поставленными задачами справились. Рязанские детсады продолжают расширяться, особенно в многонаселенных районах областного центра. В детском саду номер 121 на улице Зубковой открыты еще две группы для юных ребятишек. С понедельника 7 сентября в детском саду номер 121 начали работать две дополнительные группы. Группа номер 8 «Солнышко» рассчитана на 20 детишек в возрасте от двух до трех лет, а по соседству группа номер 9 под названием «Капелька». Там будут заниматься 27 малышей от трех лет. Новые группы созданы за счет оптимизации имевшихся помещений. Полностью оснащены всей необходимой мебелью, игровым оборудованием, мягким инвентарем и канцелярскими принадлежностями. В каждой группе с детьми будут работать два воспитателя и помощник. Родители, присутствовавшие на торжественном открытии, были очень довольны и поблагодарили руководство детского сада номер 121 и администрацию города за то, что они нашли возможность увеличить количество мест в саду. Для малышей их мам и пап воспитанники младших групп вместе с воспитателями устроили праздничный концерт с хороводами, танцами и веселыми играми. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет директор городского дворца детского творчества Юрий Меликов. И речь в беседе пойдет о новом учебном году в наиболее крупном центре дополнительного образования. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова